Переводы в Армению в один миг. В приложении Фора Банка. Просто по номеру телефона. До миллиона рублей. Фора Банк. Ваш банк выгодных переводов в Армению. Верно, по всем пунктам переговоров в арменно-азербайджанском переговорах секретность сохраняется. Я думаю, что есть такие острые вопросы, по которым азербайджанская сторона хочет как-то заставить Армению пойти на уступки. Армянская сторона не хочет, чтобы общественность знала об этом, потому что это может привести к активизации оппозиции, к каким-то протестным движениям и так далее. Например, хотя нетрудно догадаться, что там происходит, потому что те нерешенные вопросы, которые остались после 44-дневной войны, каким-то мерам по какой-то степени уже в медиапространствах были распространены. Например, вопрос принадлежности тех анклавов, которые были в составе советской Армении, но фактически административно они принадлежали Азербайджану. Есть и армянский анклав в составе Азербайджана, который сейчас находится под юрисдикцией Азербайджана, и есть несколько сел таких, которые находятся сейчас под суверитетом Армении. И это очень болезненный вопрос, потому что после потери Карабаха и некоторых территориальных потерь, которые были в 2021-2023 годах, армянская общественность очень болезненно воспринимает то обстоятельство, что эти села должны возвращаться к Азербайджану. Комиссия по демаркативной лимитации работает по самым болезненным точкам. Это территориальные споры насчет анклавов и насчет, значит, приграничных территорий. Если обе стороны, кстати, и Азербайджан, и Азербайджан пока что не держат все это, не оглашаются эти, значит, вопросы, держат их в тайне, потому что в обоих странах понимают, что это может привести к общественным протестам. Кроме того, эти территориальные вопросы затрагивают и интересы соседей Азербайджана и Армении, значит, региональных и международных игроков. Засекреченность во многом мешает ориентироваться и общественности, и политических кругов, и, значит, оппозиции политических партий. Было различные, значит, утверждения самих стран словом. Сначала армянская страна утвердила, что все минные карты сдали, уже у них ничего нет. Потом Азербайджан начал требовать новые карты. Они это обусловили тем, что не будут пускать пленников, пока армия не передаст эти карты. Все это делает какую-то путаницу в этом вопросе. Это чревато тем, что, например, всякие, значит, перерывы или неудачи в деле переговора на протесте, азербайджанская сторона может завалить на эту проблему. Например, не освобождать остальных пленников и сказать, что карты нет.